Акимы населенных пунктов Актюбинской области будут бороться за звание лучшего на республиканском конкурсе. Они подают необходимые документы в профильный департамент и готовые заручиться поддержкой населения. Именно сельчане определяют, достоин ли их руководитель столь высокого статуса. С одним из соискателей встретилась наш корреспондент Айсулу Махмутова. В Жайсанском сельском округе Мартугского района Жандгер Исмухамбетов проживает с 92-го года. На протяжении 7 лет является его бессменным руководителем. Каждого жителя знает в лицо. Проблемы населения решают по мере возможности. В этом году планируют завершить ремонт на нескольких улицах, провести освещение и обеспечить работой востребованных специалистов. Одна из проблем – это, конечно, наши дороги. В ночное время, конечно, большие нарекания со стороны людей есть. Это у нас недостаточное уличное освещение. Этот пробел мы в этом году частично уже закрываем. В округе с численностью населения более трех тысяч человек есть доступ ко всем благам цивилизации. Имеется электричество, газ и центральное водоснабжение. 20 тысяч гектаров земли отведено под животноводство. Активно развивается придорожный сервис. Руководитель со стажем готов поделиться определенными успехами, которые достигнуты благодаря слаженной командной работе. Есть опыт работы, есть определенные успехи в работе. Почему бы не поучаствовать? Аким сам по себе – ничто. Надо, чтобы коллектив был, аппараты. Коллектив слаженный, хороший. В основном молодежь у нас. И, думаю, справимся. От Актюбинской области в конкурсе примут участие порядка 40 сельских Акимов. Сегодня они готовят необходимые документы. Пройдут ли кандидаты отборочный тур – зависит от населения округов. Будет организовано онлайн-голосование. Аким у нас деятельный. Старается людям помочь. Обращаются к нему. Все, вот парк у нас этот, как был заброшен, все сделали хорошо. Детские площадки, памятник. Справляется со своей работой. Молодец. Положительная оценка работы даст чиновникам возможность пройти в следующий тур, где их ожидает написание эссе и собеседование. К участию в конкурсе допускаются Аким, имеющие не менее одного года стажа на этой должности, а также у которых отсутствуют неснятые административные и дисциплинарные выскания. Победитель регионального уровня представит область на республиканском этапе. Итоги конкурса планируется подвести осенью текущего года. Айсулу Махмутова, Булат Молдогалеев, Актубе, Хабар, 24.